Большой спортивный праздник начался с честования спортсменов нашего района, которые прославляют его на весь мир. Это сборная России по мотоболу, в начале августа в 23-й раз ставшая чемпионом Европы. Ведь, как известно, основной костяк национальной команды составляют мотоболисты видновского металлурга. Команде 45 лет и ни на один год, ни на один месяц, ни на одну неделю не прекращался учебно-теревочный процесс. По две тереворки в день 45 лет. Поэтому, естественно, они результаты должны были. Я не понимаю, что ни одна команда столько не тренируется, столько металлург. Пловец Евгений Рылов, воспитанник бассейна «Дельфин», стал чемпионом мира на дистанции 200 метров на спине. По его словам, к победе он был готов еще на Олимпиаде, где он стал лишь третьим. А на чемпионате просто получилось справиться с волнением, что позволило занять высшую ступень на пьедестале почета. Ну, приятно очень, конечно, что поддерживали. С многими сейчас разговаривал, многие смотрели, знают о плавании. Я был очень сильно удивлен этому, потому что плавание не очень сильно популярна в виде спорта в России. Также баскетболистки «Спарты НК» в составе молодежной сборной России стали чемпионками Европы, в финале обыграв сборную США. На торжественной церемонии награды получили и другие спортсмены Ленинского района, внесшие свой вклад в развитие спорта. Все это достижение нашего района, это достижение наших воспитанников. И я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить их вот с такими большими победами. Они стали гордостью не только Ленинского района и Подмосковья, но и всей Российской Федерации. После завершения официальной части состоялись соревнования по различным видам спорта. Это мини-футбол, стритбол, семейные эстафеты и многое другое. Каждый мог выбрать состязание по желанию и своим возможностям. Принимаем неоднократное участие как в городских, так и в областных, во всех соревнованиях. И стреляем, и бегаем, и плаваем, и скандинавская ходьба, зима, лето, и обязательно движение. Ребята из города Видное, Женя и Арсен, любят футбол и неоднократно принимали участие в городских и даже всероссийских турнирах. Просто очень часто играем в футбол, и тут нам сказали, что будут турниры, и мы такие, оп, ну, что не сыграть-то. Ну, медальки лишними не бывают. Так-то у нас хорошая команда. Мы надеемся будет играть. Юлия Гордеева, пользуясь случаем, решила испытать себя и сдать нормы ГТО. Ведь без спорта она свою жизнь уже не представляет. Ну, я вот пять лет занимаюсь борьбой, боевым сампо. Я вот занимаюсь в патриотическом клубе «Ратник», вот, уже на протяжении пяти лет. И вот как-то втянулось мне это. Мне нравится спорт. Многие из пришедших на стадион с интересом наблюдали за игрой в стритбол, одной из самых динамичных игр. Я считаю, что это самая красивая игра с мячом. Это, так сказать, самая эстетичная, самая подвижная игра. И я пришел сюда специально для того, чтобы, ну, поиграть со своими друзьями. Спортивный праздник удался. Победители состязаний получили памятные медали, а все остальные – заряд бодрости и хорошего настроения. Дмитрий Книга, Евгений Садовский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.